6 февраля подвели итоги за 2018 год в сельском поселении Чулковское. С докладом выступил глава поселений Сергей Крупенин, который рассказал о проделанной работе за отчетный период. Ко дню победы всех ветеранов Великой Отечественной войны мы поздравили подарками. В связи с указом президента о вручении персональных поздравлений ветеранов Великой Отечественной войны. В конце прошлого года прошли торги по закупке транспорта для спортсменов. Появилась возможность усилить тренерский состав. Спортсмены получили возможность ездить, по крайней мере, в конце года на соревнования на автобусе. То есть не на свои деньги, их привозили, увозили. Все, в общем-то, были довольны. Также в 2018 году удалось усилить тренерский состав переводом тренера по стрельбе поднищего Михаила Ульяновича на полную ставку, что сразу, в общем-то, дало свои результаты. Он стал больше работать с молодежью и результаты, соответственно, поднялись. Дальше я не сообщил. В целом, муниципальное задание было выполнено. Благодаря увеличению финансов удалось решить вопрос с закупкой спортивного инвентаря. Впервые прорабатывается вопрос о проведении первенства по художественной гимнастике. Это будут привлекаться, скажем так, арендоваться соответствующие залы. И это планируется, в общем-то, двухдневные соревнования, чтобы наши дети могли получать разряды, так сказать, в своих стенах, и чтобы на Чулковской земле проводились полноценные соревнования по художественной гимнастике. Большое внимание в сельском поселении Чулковская уделяется проведению культурных мероприятий. Хотелось бы выделить концерты и фестивали, которые в 2018 году улучшили свои показатели по отзывам наших гостей, совершили качественный скачок в уровне организации. Это уличные гуляния Масленица, концерт День Победы, День Поселка, День пожилого человека и новогодние представления. Также в этом году при поддержке Комитета по культуре и туризму администрации Раменского муниципального района Культурно-досуговый центр Чулковский стал организатором первого открытого районного конкурса народной песни «Песнь добра». Благодаря выделенным бюджетным средствам успешно проведено дооснащение сцены и зрительного зала в части звукового и светового оборудования. Выполнен ремонт музыкального класса. В поле и в учебных помещениях появилась современная мебель для мебель и для улучшения качества работ закуплена техника для сотрудников учреждения. Глава района Андрей Кулаков отметил, что в сельском поселении Чулковское благоустройство ведется на высоком уровне. В сельском поселении Чулковское ведется, наверное, на одном из лучших уровней относительно всех других территорий Раменского района. Есть еще подобное, есть чуть лучше, но в Чулково это действительно процесс идет очень хорошо. То, что дороги ремонтируются, это тоже факт. То, что многие вопросы, скажем так, решаются и с освещением. И вот Олег Николаевич сидит в управляющей компании, и по управляющей компании. Как бы сложно ни было сейчас в жилищно-коммунальном хозяйстве. И подъезд ремонтируется, и капремонт все-таки делается. Жизнь идет вперед. Сергей Григорьев, Алена Иванова, Ольга Захваткина для программы «Городские вести».